Здравствуйте, дорогие друзья! У меня наконец-то дошли руки до нормальной видеокарты. Я взял себя более-менее нормально. Она, конечно, слабая видеокарта. Но теперь я хотя бы могу себе позволить поиграть в Гельфинштейн и Домио Лордов. Если кто-нибудь из вас помнит, у меня есть видео, то есть среди моих видео на Ютубе есть прохождение в Гельфинштейн. То есть я хотел сделать прохождение, прям полное-полное. Но тогда у меня была видеокарта GT240 с 1 гигабайтом памяти. Она, конечно же, очень слабая видюшка, прям дерьмовая видюшка для такой игры, как в Гельфинштейн Домио Ордов. Она, к тому же, не оптимизированная в смысле игра. У многих были разного рода проблемы с производительностью. Даже у тех, у кого была нормальная видеокарта, процессор, короче, нормальное железо, посредственное даже для такой игры, как Гельфинштейн Домио Ордов. Но у них тоже были проблемы с производительностью. Многие писали на форумах. Есть даже разного рода темы, как исправить это. Там, создать рам-диск для кэша, указать папку, через внутриигровую консоль внести всякие команды, чтобы нормально настроить игру, чтобы выдавало нормальное FPS, текстуры прорисовывались как надо, хотя это, вроде бы, проблема движка ID Tech. Это было еще в игре Rage. Не буду повторяться, думаю, все знают, что это проблема движка. Но в Wolfenstein The Order это было прям бурбеглазно. Очень сильно бросалось в глаза, текстуры очень медленно прорисовывались, игра лагала, зависала, и это делало игру неиграбельной. Было невозможно не играть. Ну, конечно же, те, кто хотели играть, поиграли. Если вы посмотрите мое прохождение, которое я хотел запилить на своей старой дерьмовой видюшке, увидите, как все там было, 15-20 FPS максимум. Я все-таки прошел также игру. Да, это было больно, но я очень хотел пройти игру, и все-таки прошел ее, даже с такой графикой, с таким FPS, лагом и зависаниями. Короче, теперь у меня нормально, более-менее нормальная железо, нормальная видюшка, и процессор, короче, GTX 750 Ti у меня с двумя гигами видеопамяти, и это, блин, Q9550, Intel's QA Core Quad, ну, старое, старое железо, старый процесс, но мощный, нормальный, дотягивает, нормально, но, все равно, когда я установил в Уфенштейн Данью Ордер, поставил в себя нормальные такие настройки, видео, и получил, опять же, не 20 FPS, конечно же, выдавало много, там, 50-60, но проседало до 20-25, это было ужасно, то есть, смотрите, выдает, вроде бы, нормальный FPS, но каждый раз, когда поворачиваешь камеру, там, по сторонам, оглядываешься, и вдруг, когда текстура начинает прорисовываться, все, FPS упал до дна, все полетело, и, давай, загружается заново, опять 50, там, FPS, и опять, ну, короче, это ужасно, дерьмово, все, нельзя играть, даже на нормальном любете, я, конечно же, пробовал поставить более низкие разрешения, низкие настройки, но, прям, без разницы, вообще без разницы, киньте, на самых низких графических настройках, и на самых высоких, совершенно без разницы, я пробовал создать рамный диск, у меня 6 гг рама, ну, хватило, там надо всего лишь 1 гигабайт памяти для рам диска, чтобы создать рам диск, и указать через игровую консоль этот рам диск для кэша, потому что кэш игры для текстур, он сохраняет на жестком диске этот кэш, а жесткий диск, ну, понятное дело, особенно, когда у меня не SSD, а обычный менчестер, это очень медленная память, если сделать этот кэш на оперативную память, он будет в тысячу раз, в десять тысяч раз быстрее, ну, в десять тысяч раз, короче, будет куда быстрее, и это должно как бы повысить производительность в игре, но это не помогло, не помогло, может кому-то это помогло, там, многие отзывы разные были, разные там инструкции, кому-то это помогало, а мне это не помогло, и думаю, в основном, многим тоже это не помогло, ну, я покопался, там, в настройках, внутренних игровых настройках игры, я добыл, то есть, команды, которые надо ввести для разного рода настройки графических для игры, в фольфенштейн верни ордер, и нашел все-таки для себя решение проблемы, ну, относительное решение проблемы, потому что все-таки полного удовлетворительного решения все-таки не нашел, но игра, игра относительно меньше лагает, выдает нормальный фпс, даже до 60 фпс, 50-60 держится нормально, играбельно, игра стала играбельной, и я сейчас покажу, что я сделал конкретно, какую команду я сделал, и что это мне в итоге дало. Сейчас запустим игру. Кстати, как вы заметили, заметили, сейчас очень громко, я подожду, пока уже здесь будет звук. звук. Как вы заметили, я еще включил запись игры с рабочего стола, то есть не игры, а вообще запись рабочего стола ShadowPlay, потому что ID Tech 5, то есть этот движок игры, поддерживает только OpenCL, а ShadowPlay записывает, то есть использует DirectX, DirectX, так что они несовместимы, в полноэкранном режиме нельзя включить в игре запись ShadowPlay, так что надо прям с рабочего стола включить, и так получается видеозахват. Короче, приступим непосредственно к командам, которые я ввел. Включается внутриигровая консоль для ведения команд настроек, Ctrl-Y, если у вас русская раскладка, но раскладка есть, ну конечно же у вас есть русская раскладка, я затупил, короче, включаем Ctrl-Y, кнопка под Escape, кнопкой это Escape, это Y, короче, не буду повторяться. И у нас такая тут настройка, VT-LOD-BIAS. И тут это настройка у нас для фильтрации текстур. Некоторые говорят, то есть не некоторые, а конкретно разработчики NVIDIA говорят, что это некоторая функция, настройка для фильтрации текстур. В формах я нашел еще такое, что это, короче, настройка для дальности прорисовки текстур, то есть фильтрация по дальности, то есть фильтрация текстур для дальних графических объектов, то есть это, по сути, дальняя прорисовка, значение VT-LOD-BIAS определяет дальность прорисовки. И у нее значение от 0 до 4, то есть мы тут тупо просто пишем 0, или 4, и вбиваем Enter, просто Enter, и все. Он принял, вот тут мы можем проверить значение, какое значение приняло. Это настройка, пишем и Enter. Ай, блин. Да, я D пропустил, вот первая ошибка VT-LOD-BIAS. Ну вот, у нас показывает, вот, слой, вот тут наверху, 4 значения, то есть это самое высокое значение. По дефолту у нас тут 0. По дефолту должно быть 0, но это не важно, короче, сейчас данное, данное время, то есть прямо сейчас у нас приняло значение от конца 4. У нас сейчас, короче, зайдем в игру и проверим, как это сказалось на производительности игры. И еще есть там функция со страницами, с количеством страниц для, на подгружку текстур. Это тоже влияет на производительность. И это я тоже покажу. короче, как вы замечаете, что, в общем, у нас происходит, как вы видели текстурки, что это такое, наверное, 4, это самое высокое значение, самое высокое значение функции дальности поисковки. И вы видите, что у нас тут творится. Все размылено, все отвратительно, все отвратительно, да. Невозможно. И все лагает, как бы, просто ужасно. Поэтому сейчас присвоим на нулевое значение настройки, это не параметр. Ноль. И видите, что у нас получилось. По дефолту скажу, вот по дефолту, то есть, вот у меня тут по дефолту пишут, что вот без у меня ноль. Но на самом деле по дефолту там должно быть 4. То есть у всех, у всех по дефолту, 4. И вот так все отвратительно будет выглядеть. Вообще, ну, тут, конечно же, по рандому, вот как вы видели, все у меня было замылено на значение 4. Но в идеале там будет загружаться просто медленно. Медленно загружаться. Я просто, не знаю, по рандому все это обычно работает. Конкретно ничего сказать не могу. У меня было на 4 и все лагало, медленно загружалось. А так вроде бы норм. Вот лаги, как вы замечаете, есть. Но хотя можно все-таки заметить, что я все-таки записываю как-никак. И от этого тоже прибавляются некоторые лаги. Эти записи более-менее плавно. Кстати, если вы подумаете о том, что тут вроде бы маленькое закрытое помещение, но я вам скажу, что на открытых локациях, там если вы прошли игру, проходили игру, там в концлагере, где попадаем в концлагерь, там более-менее открытая локация. И там у меня была более стабильная картинка, чем в закрытых помещениях, там на хаб локации, где мы обычно возвращаемся к ополченцам, партизанам. Там у меня выдают где-то проблем, так сказать. И еще, короче, я вам показал, ну, эту команду, которую надо ввести, Ctrl-Y, и вы уже, короче, еще раз покажу. Вот этот параметр мне, короче, сильно помог. Это, короче, еще, покажу еще один параметр, ладно, прежде чем перейти к другой графической настройки, которая мне помогла под густой текстур и с производительностью. Это VT Max Aniso. Это анизотропная фильтрация. Сейчас посмотрим, правильно я ввел команду. Да, вот правильно ввел команду. VT Max Aniso is 1 default for, то есть 4. Это анизотропная фильтрация, которая, в принципе, ничем не влияет на качество картинки. Ну, насколько я заметил, может, под микроскопом можно заметить разницу с включенной анизотропной фильтрацией с максимальным значением, потому что, вроде бы, 0 нельзя присвоить, и с самым низким значением, между низким значением и максимальным значением. Ну, нету разницы в качестве картинки, я не заметил, и вы тоже не заметите, но зато это прибавляет тоже производительность, меньше лагает, текстурки быстрее загружаются, это тоже сильно влияет на производительность. Тоже запомните. Тоже, как обычно, вот, вводим VT-Max Aniso Aniso и, ну, значение. Я ввожу 0, но, ввел тогда 0, но он принял 1, а значение не тянется, но, короче, это, это тоже влияет на производительность, но мне сильно помогло. Дальше. Дальше, сейчас, уже без внутрилегровой консоли, без команд, просто заходим в настройки графики, дополнительные настройки, и вот тут максимум страниц на кадр. Вот это, если присылать меньшее значение, текстурки у нас будут прогружаться быстрее и FPS у нас будет стабильнее. Как вы заметили, лаги вроде бы прекратились. FPS не прибавилось, но лагов стало меньше. Да, значительно. Ну, не значительно, но более плавная картинка стала. Может мне кажется, я не знаю. Короче, все это может на видео будет выглядеть не так, как в реале. То есть, как я вижу сейчас на своем мониторе. Может все будет несколько иначе. Вы попробуйте, попробуйте. Я просто даю вам советы, которые помогли мне и могут помочь вам. И вот попробуйте все эти команды внутриигровой консоли. Они помогают. Вот еще одну команду покажу. Она тоже может помочь. Это фильтр в это фильтр, просто фильтр. И у нас тут только два значения. значения 1 и 2. Первое значение, значение 1 включает билинейную фильтрацию, а вторая – трилинейную. Ну, это смотря у кого как. Для меня вроде бы разницы не очень было. Но с трилинейной фильтрацией вроде бы у меня нормальная производительность, более стабильная производительность, чем с билинейной. То есть, запомните. То есть, запоминать с ней не надо. Просто попробуйте вбить значение 1 или 2 и посмотрите, как это повлияло на качество картинки, на производительность, что это вам дало в итоге. И просьба. Еще. Ну, посмотрим, что у нас еще тут было. Тут у нас были какие-то значения. Все. Все. Вот, как видите, у меня все, в принципе, на местном. Да. Еще. Не забывайте про отражения. Вообще не нужно, не нужно, не нужно включать эти отражения. Конечно же, если у вас там, не знаю, хорошая видеокарта, там, не знаю, GTX 784, 980 вообще. Ну, что-нибудь из 900 серии. 900 серии уже все. С этим все сказано. Не буду вдаваться в подробности. Там вообще мало моделек. Короче, если у вас там топовая сборка железа, то можете включать все на максах, попробовать, не знаю. Но отражения я пробовал с отражениями и без отражений. С отражениями, конечно же, FPS падает, прорисовка дерьмовая. И еще в некоторых местах я замечал, там, неправильные такие баговые отражения, там, нереалистичные, такие отвратительные, там, смотришь на лицо человека, такое блестящее лицо, такое отражение, что, там, выливать тянет. Это какой-то ужас, какой-то кошмар. То есть, может, это неправильно работает, может, у меня неправильно работает, может, это из-за чего-то другого, может, это конкретно оптимизация какая-то для конкретного железа. Ну, думаю, вряд ли, вряд ли. То есть, лучше отключить отражение. Как вы заметили, многое этот параметр мне не дало. Корцинка в качестве ничуть лучше не стало. Там, какие-то чени дополнительно включились из-за этого параметра. Хотя, вроде бы, это не должно было влиять на цене. Но, это, вроде бы, ничего не дает. Но, на производительность влияет, и можете это тоже смело выключить. Это нафиг не нужно. Только запомните. Кэш ВТ, кэш ВТ и сжатие ВТ. Это прибавляет производительность. То есть, он кэширует, опять же, использует жесткий диск, дополнительно использует пространство на жестком диске и избавляет нагрузку на процессор, на видеокарту. Это тоже прибавляет производительность. Так же тут туман, сияние, тоже можете вырубить. Нафиг! Это не надо. Тут дополнительные настройки у нас показывают, настраивают уровень фильтрации текстур, проработка теневого освещения. Это тоже лишнее. Лишнее, как бы это, не добавит дополнительного качества текстурам, детализации. Нет, не добавит. Может, еще раз повторюсь, если у вас там топовая сборка, топовое железо, то можете попробовать. Может, это вам даст производительность. Ну, это нормальные корзинки. Может, это даст нормальные корзинки. Вы увидите разницу, я не знаю. Но если у вас средняя подобная сборка, как у меня, можете, вот смотрите, какие у меня настойки, вырубите все, все на нижнее, нижнее, низкое, среднее. Ну, тут глубинная яскость, это самое низкое значение, среднее, нижнее нельзя. Только кэш и сжатие, это вот эти параметры высокие, то есть это отмеченное, это высокое. И еще максимум в сравнении снах кадр тоже. Ну, можете попробовать в 32, там качественная картинка становится. Но на 16 текстурские текстурские быстрее подгружаются, нету этого бага с задержкой подгружки текстур, он меньше заметен. Более-менее становится играбельным. А вертикальность технологизации, это уже зависит от того, насколько у вас опять же, опять-таки, слабое железо. Если у вас слишком слабое железо, слабее, чем у меня, то можете вырубить и виртикальную стихноизацию, но я не советую, потому что разумные в изображении они становятся просто невыносимыми. это, не знаю, играть просто, ну, здесь это будет не очень заметно, у нас тут мало освещения, там, ценовое освещение, многое нельзя заметить, но в катсценах особенно это будет заметно, будет заметно, а тоже в изображении это будет просто невыносимо. Не знаю, я включил, как вы заметили, без вертикальной синхронизации, с вертикальной синхронизацией особого и роста CloudFlash в производительности нет, там еще чуть сверху, как вы видите. Так что я ее включаю, я ее включаю, ну, это не важно, я ее потом включу, это не важно, просто я ее включаю и прохождение, естественно, и опять же теперь, короче, я показал, я показал все, что я узнал, все, что мне помогло, какие параметры, какие манипуляции, с какими параметрами мне помогло решить проблему с поддушными, поддушными текстурами, опять же, частично, если вы заметите, опять они не идеально так прорисовываются, это тоже есть проблема, он все все равно остается, вот, для неких там сверху. Креново прорисовывалось, хотя это, думаю, чуть не будет. Да, это частично еще от вертикальной синхронизации, которую я вырубил. Короче, показал все, что надо, еще могу посоветовать, сейчас выйдем из игры, то есть конкретно на сроке не в игре, еще могу посоветовать включить, то есть, естественно, у вас будет включена эта функция. Дополнительно файл подкачки, у меня, так, 6 гигабайт памяти, я поставил 12 гигабайт файл подкачки. Можете поставить относительно тому, сколько у вас гигабайт памяти. Если у вас много памяти, там 8 гигабайт, можете поставить сравнительно меньше. Скажем, если у вас 8, можете 8 гигов поставить, я тупо не по точному значению поставил 12 гигов, просто 12000 мегабайт. Вот тут исходный и максимальный размер задаем одинаково, потому что если задать исходный меньше, а максимальный выше, то он постоянно, когда надо будет, он будет увеличивать размер прям на ходу, то есть, когда вы играете или что-то делаете, когда играете, когда вам это надо, на ходу будет увеличивать размер файла подкачки, то есть, будет варьировать, там, 8000, с 8000 будет варьироваться до 12000, это тоже не надо, потому что это тоже будет влиять на производительность, и, думаю, не особо будет все-таки влиять на производительность, но на износ жесткого диска это скажется, будет больше фрагментации, этого не надо. Особенно, то есть, сами прикиньте, там вы используете жесткий диск в качестве памяти, то есть дополнительной памяти, потому что, ну, естественно, у вас нет оперативной памяти, там 16 снизок, и вот, допустим, оперативная память, там ничего не записывается, ничего не сохраняется, износа для него не существует, нет такого понятия, как фрагментации оперативной памяти, а вот жесткий диск, он будет износиться, то есть, по-любому, если мы даже зададим одинаковые значения для обеих этих параметров, он будет использовать стандартный, заданный, заранее заданный размер файла подкачки на верхнем диске, все равно износ, то есть, уже есть, а если задать еще меньше и больше, значение от этого еще подстанет, но это тоже, короче, не суть. Включите файл подкачки, поставьте нормальный размер, там есть люди, вообще советуют, эксперты, так сказать, советуют поставить там, чем больше оперативной памяти, тем меньше файл подкачки, там вообще полгигабайта или гигабайт, 2 гига максимум, но нет, нет, это все пункта, я пробовал это, наоборот, уменьшает производительность, ставьте нормальное количество, нормальное количество мегабайт, нормальный размер файла подкачки, где-то 10 гигабайт, ну, если у вас 4 гигабайта оперативной памяти, ну, можете поставить, не знаю, 15 гигабайт, 15 тысяч, хотя, думаю, тоже скажется на прорисовке, лучше ставить вот от 8 тысяч до 12 тысяч, это что-то золотая середина, так сказать, ни больше, ни меньше, это нормальное значение файла подкачки. А если у вас все-таки 16 гигабайт оперативной памяти, если у вас есть, ну, 12, не знаю, больше 8 гигабайт, короче, если у вас больше 8 гигабайта оперативной памяти, то смелым можете нахуй выключить файл подкачки, он вам не нужен, это, наоборот, будет тормозить, скажется на производительность в отрицательном эффекте, то есть не прибавит, а убавит, и, опять же, будет влиять на износ ростского диска и добавить вам лишней аргументации. Вот. Еще этот совет с файлом подкачки, ну, некоторые не знают, хотя полно гайдов, советов, там, опять же, таких же видео, многие советуют поставить файл подкачки, сколько надо ставить, для какой игры, с какой, с каким количеством оперативной памяти. Ну, я это тоже напомнил, напомнил для игры. Напомню, что все-таки это видео конкретное для настройки Wolfenstein New Order, но файл подкачки вам пригодится в любой игре, в любой, обычно в конвертации видео, в любом процессе с нагрузкой, где вам нужна память, она понадобится. Думаю, вот на этом все, на этом и закончим. Я показал и рассказал все, что знаю, о настройке Wolfenstein New Order, как можно получить максимальную производительность и как устранить проблему с подгружкой, медленной прогружкой, подгружкой текстур, хотя это изначально проблема движка, но вы заметили, у меня более-менее нормально, и как было с дефолтным параметром LoadBS, типа параметры дальности прорисовки, вы увидели, как это все изменяется, как все это влияет на картинку, на производительность. Можете попробовать, может у вас все это получится не так, как у меня, повлияет все не на то, на что повлияло в моем случае, но пробуйте, это может вам помочь. Я даже могу сказать, что 100% поможет, ну что-нибудь да получится и всего этого, но вы пробуйте, у меня помогло, у меня помогло, как вы видели, лаги конечно же были, но все-таки я записывал игру, хотя у меня Shadow Balling, но все-таки это влияет на производительность. У меня выдавало от 50 до 60, я опять говорю, закрытое помещение, открытое помещение вообще не имею значения, и это было вроде бы ВИН, это ВИН от 50 до 60 FPS, это нормально, это очень даже хорошо. Короче, на этом все, спасибо за просмотр, надеюсь мои советы вам помогли, очень надеюсь, я очень рад был вам помочь. Если у вас будут дополнительные вопросы, буду рад ответить на них в комментариях, не поленюсь, обещаю. Спасибо за просмотр, удачи, пока.